Радио Филадельфия Радио Филадельфия Радио Филадельфия Высоко квалифицируемая помощь По большому спектру юрисовых вопросов Звоните адвоката Ирине Вилк 267-918-5555 Интеллигентное решение вопросов Адвокат Риэлтор-брокер Ирине Вилк Сегодня Ирина Вилк в студии После долгого перерыва И Владимир Вилк Здравствуйте Здравствуйте, рада вас слышать. В связи с предстоящим событием на наши и ваши вопросы любезно согласился ответить Кахрамон Далимов, вице-консул Генерального консульства Республики Узбекистан в Нью-Йорке. Продолжение следует... 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 Например, такая вещь, как гражданство. Ирина мне машет, говорит, что у нее тоже есть что сказать по этому поводу. Ну, здравствуйте, добрый день. Я в этом ракурсе хотела спросить вопрос. В принципе, я не знаю, это в вашей юридикции или это законодательный вопрос. Это, наверное, скорее законодательный вопрос. Пожелание было делать. Да, но вот я хотела разъяснить немножко. Мы когда обращаемся тут к политическим деятелям, хотим что-то устроить, хотим какие-то мосты навести с узбекистанской комьюнити, нас всегда спрашивает один и тот же вопрос. Какой у вас политический вес? Вот вы граждане Соединенных Штатов Америки, ваши ребята, или вы не граждане? Потому что им, в принципе, интересно общаться с гражданами, только с гражданами, с избирателями в Америке тоже. Им очень важно именно с этими людьми общаться. Потому что вот у нас в Америке есть право assembly and petition, то есть право собираться и ходатайствовать перед государством. Любая группа это может делать. Вот давать деньги на избирательную кампанию, голосовать за какие-то ситуации. И на самом деле, если бы произошла вот эта ситуация с двойным гражданством, то это не разрывает связь соотечественников с Родиной, а наоборот идет на благо Узбекистана. Потому что все равно люди живут, узбекистанцы живут в Америке. Они очень патриотичны, они очень любят Узбекистан. Но тогда мы сможем, у нас будет сила, мы сможем лоббировать на предмет обмена, на предмет разных других ситуаций, которые бы шли на пользу Узбекистану. Вот. Потому что она все время спрашивает один и тот же вопрос. А ваши люди, которых вы представляете, они граждане или не граждане Америки? Так что я считаю, это пошло бы на пользу, если честно. Да. Очень хороший вопрос. Ну, лично я и наши коллеги не разделяем это все. Граждане вы Узбекистана или нет. Мы, более того, у нас многонациональная сторона. Нам важен тот аспект, когда человек себя считает выходцем из Узбекистана. И вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи, национальности, религии или еще что-то, мы не разделяем людей. Мы их называем согражданами. По-узбекски ватандош. И специально для их у нас имеется, специальная организация, наверное, это не во всех государствах имеется, при Кабинете министров имеется очень огромная организация, которая занимается только с бывшими согражданами или согражданами Узбекистана, проживающими за рубежом, объединенных в каких-то диаспоральных организациях. А относительно того, что вы говорите, что собраться где-то, выступать с какими-то предложениями по улучшению тех или иных вопросов, у нас даже имеется... Мы, наверное, произошли многие страны, и у нас имеется специальный портал для этого. Вам не нужно даже звонить куда-то или ходить, где собираться. Для этого имеется специальная платформа в интернете. Сайт называется meaningfkrem.us. Это «Мое мнение» по-русски. Если наберете это, в Боха-Дреке, наверное, Кудратов вам может помочь. meaningfkrem.us. Вы можете там предлагать любые свои новшества, которые будут служить во благо нашего государства или наших сограждан, которые проживают за рубежом. Если у вас кто-то спрашивает, вы являетесь ли вы гражданином Узбекистана или еще что-то, наверное, они в благих целях, чтобы вам объяснить какие-то процедуры. Это не для того, чтобы с вами можно разговаривать на одну тему, а с гражданом Узбекистана на другую тему. Такого нет, если у вас есть такие впечатления. Нет, нет, нет. Мы говорили не насчет Узбекистана, а насчет как раз Америки. То есть для того, чтобы лоббировать здесь в Америке интересы граждан Узбекистана перед американским правительством или вообще страны, то они, американские власти и американские разные органы и государственные деятели, они их интересуют, граждане ли, те люди, которые хотят лоббировать Соединенных Штатов как раз. И просто я, то, что я пыталась сказать, что если эти люди как бы граждане и Узбекистана, и Америки, то это легче было бы лоббировать как бы интересы и страны, и этих людей перед американским правительством как раз. И навесли какие-то мосты. Я вас понял. Потому что любой государственный деятель, с которым мы общаемся, спрашивает первые вопросы. А они, вот выходцы из Узбекистана, они граждане у нас Америки? Если да, то мы их выслушаем. Если да, мы предпримем что-то. В этом смысле. Я вас понял. Чтобы навести нужные и реальные мосты. Я вас понял. Да. Наверное, для обсуждения вот этого вопроса, который сейчас ставится, лучше всего организовать какую-то побольше встречу на уровне посольства Узбекистана в США. С удовольствием. Да, с большим удовольствием. Или же вот торговые какие-то советники посла, которые занимаются вопросами политики. Сейчас мы собрались для того, чтобы обсуждать какие-то консульско-правовые вопросы, которые являются компетентными в этом вопросе. И чтобы эти вопросы как-то касались интересов граждан Узбекистана, если они сталкиваются с какими-то проблемами на территории США. Вот теперь вопрос к проблемам. Мы начали говорить о том, что согласились с тем, что многие узбекистанцы, которые живут в Америке, стали получать гражданство, да, американское? Да. И к вам, насколько я понимаю, очень часто обращаются люди с вопросом, как быть там, как поехать теперь в Узбекистан, там, еще что-то сделать. Да. Это самые часто задаваемые вопросы сейчас, потому что люди принимают американское гражданство в связи с тем, что у них какие-то вопросы на работе, чтобы занять более высокие позиции, или же взять какие-то кредиты, ну, свои жизненные дела. Или же устроиться на работу, или правоохранительные органы и другие вопросы. Это чисто право этого человека, никто их не ограничивает. Конечно же, это их выбор. И мы этот выбор уважаем. И, соответственно, хотим, чтобы они уважали и наше законодательство, которое не признает двойное гражданство. И изменения были внесены в закон о гражданстве Республики Узбекистан в сентябре месяце 16-го года, вот более трех лет назад, где указывается в статье 21, что в течение 30 дней после принятия иностранного гражданства гражданин Узбекистан должен сообщить об этих фактах в органы внутренних дел, если они пребывают на территории Узбекистана, если они пребывают на территории зарубежных стран, в консульские учреждения Узбекистана. И, соответственно, оповещается об этом. И после оповещения издается соответствующий указ президента об утрате гражданства Узбекистана этим лицом. И это тоже не проблема. Многие думают, вот теперь я потерял гражданство Узбекистана, теперь меня не пустят в Узбекистан, такого нету, конечно. Вот люди летают в Узбекистан, никаких проблем, никаких ограничений. Просто нужно соблюдать нормативно-правовые процедуры. И никаких вопросов не будет. Узбекистан, я просто его рядом. Я не могу, я знаю, почему человек, америка, фыкарология. Ну а собаки, я поднял, я скажу, что я на этот алгоритм. Тогда я взял все фукарологи. Нужно мне говорить о чем, возможно, все по Nepom Мы пишем это, как мы даем, когда мы ждем, что можно будет отдать свое количество. Инudу может быть ответственным. Если кто-то искусствует или отдельный вопрос, то да будет всё равно потрясающе. Мне кажется, что это будет хорошо поместить. Трясающе мне просто, что vaya на Узбеке. Если кто-то from America был в городе, чтобы было в выбор «грин-карте», Продолжение следует... 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 Уз-узу да, вернеки бар, ошады. Бунная ташкара политики чу-полуш халат-лари болады адам-ланы. Халат-лари копейнды, якомсоз халат-лари ку. Олум халат-лога чом борады. Бунная ташкара паспорт-ларында расминяштиш инка интуфайда болады. Узбекистанг-бармастан шырды, вақтымчали консулы рухатеге турган адам-лана. Вақтымчали консулы рухатеге хатканак адам туршу мүмкін. Узгарыш яқын дегене кіртілді. Гринкарта білен келады мүм, отаунас білен бірлі яшаш үчін вәссейдің енді дейлады, шуми келады мүм, студент бүл келады мү, даваланыш келады мү, бұны фарқы йоқ. Асасиесі бүйерді лиға қануны яшы еткен бұлсы бұлды. Вақтымчали шарты … Evet, әсіпүта өзірі үшін қатыл. Бұл үшін қанунаrest, Here Gosқрован оларда, қануна түсір қағз үшін, өкім өзірді оңыз үшін, вот Кахsoverан өді жүшін қағп үшін үшін . үшін қарамасыз көзің енді үшін, үшін шызыдамыз күйе енді үшін үшін, чтобы они могли оперативно на это реагировать вот я знаю что у вас был какой-то этот вопрос какую консульскую поддержку делает консульство то есть как они могут помочь вы можете помочь гражданина Узбекистана при каких ситуациях при каких ситуациях при любых ситуациях можно оказать содействие даже если у человека нарушены права если человек не может воспользоваться полными правами представленными иностранцами на территории сша мы можем воздействовать на это но к счастью можно сказать что здесь соблюдается большинство законов и никто не остановится вне правового поля если будут такие случаи конечно мы мы конечно не афишируем свою деятельность каждый раз не выпускаем какие-то новостные ленты что мы кого-то вытащили кого-то восстановили какие-то права это остается между нами и заявителя если обращается к нам или мы выясняем вот это обстоятельство мы конечно же восстанавливаем его права наверное многие не знают что мы такие деятельности ведем потому что нигде это не публикуется так расскажи первую очередь человек да вот например его личные данные публиковались или циркулировали средствах массовой информации я считаю что это вадимир из офиса ирина вилка я считаю что это очень важная деятельность я вот хочу поделиться одной историей которую я знаю связана именно в этом разрезе значит имевшая место в бытность президента джорджа буша младшего значит в техасе двое братьев как оказалось выходцев из германии как оказалось граждан германии которые никогда не получили американское гражданство обвинили и нашли виновными в совершении каких-то страшнейших преступлений были как положено часто штате техас приговорены к смертной казни они по-видимому сами не не стали ни на консульском учете в германии и никто не подозревал что эти два голубоглазых блондина говорящих по английски без акцента на самом деле не являются американцами а являются жителями гражданами германии они были привезены сюда в америку в младенчестве и вот только благодаря вмешательству германского консула смогли избежать смертной казни вот такой вот это это экстремальный случай но это показано о необходимости граждан становиться на консульский учет и и значит и работать в прямом взаимодействии с консулатом вот такая вот история это имело место реальная ситуация люди могут порог проглубить до интерес таких моментов очень много просто граждане или граждан узбекистана граждан других стран не хотят чтобы их фамилии циркулировали средства массовой информации как я уже говорил поэтому это все не публикуется это единичные случаи когда вот дается когласке какие-то моменты да потому что там просили о помиловании вот только тогда она вы правы только тогда она и и и стало достоянием широкой публики абсолютно правы в этой истории это наш менталитет особенно граждан узбекистана когда совершается какое-то правонарушение они не хотят чтобы родственники или знакомые или просто сограждане знали о том что вот в отношении ему вот циркулирует вот эти слухи или вот он пользуется презумпцией невиновности пока нету решения суда это очень частые вопросы у нас обращаются сразу же говорят вот я первую очередь хочу вам сказать чтобы вы это все не публиковали да нигде не афишировали нигде не был разговор о том что я вот подозреваюсь в каких-то деяниях да но единственное что я вот хочу сказать радиослушателям чтобы они помнили что вот контакт с консульством в этом случае крайне-крайне важен в первую очередь для вас понимаете дело спасения утопающих дело к самих утопающих так говорит одна поговорка вот в этом плане если хотите помочь обязательно находите в тесном контакте с вашим консул это очень важно особенно такой век информатики когда вот можно достучаться до нас через телеграм-каналы через фейсбук через интернет через веб-сайт через эмэйлы согласен с вами согласен полностью согласен и разделяем чтобы знать как до нас дозвониться как с нами связаться наверное мы это все обсудим концу нашей беседы есть да конечно но у нас сегодня время есть потому что у нас редкий гость на самом деле 15 декабря еще через две недели навряд ли у нас будет наверное так предполагаю будет возможность пообщаться вот так спокойно и вдумчиво я у меня такой вопрос ну насколько насколько это актуально я могу полагать вот я вам просто хочу рассказать иногда там я забираю или отвожу внука в детский садик ну здесь нордести филадельфии и буквально там как сказать если навстречу мне идет там не знаю 10 человек из них 8 со мной по узбекски здороваются то есть очень много детей здесь рождаются да вот в той повестке дня который мы хотели то есть планируем обсудить 15 есть такая вещь да это выдача документов детям граждан узбекистана которые родились здесь вот я знаю что есть там какая-то процедура если можно рассказать пожалуйста они и такой момент опять я хочу вернуться к тому что мы начали что говорится то есть 15 числа те люди которых будут так сказать первичные документы могут свои вот эти проблемы решить правильно да конечно конечно и только эти вопросы и другие вопросы наверное это все обзучим относительно детей которые родились на территории сша вы правильно отметили что филадельфии сейчас очень много сейчас традиционно люди думают что на территории района бруклина очень много выходцев из узбекистана но сейчас филадельфия обгоняет бруклин потому что граждане узбекистана которые выиграли green card и не очень хорошо владеет английским языком ищут среду где разговаривают на узбекском и на русском языке чтобы у них не было каких-то проблем с таковым барьером я хочу даже можно сейчас отнести и филадельфию потому что очень многие там уже разговаривают на узбекском и на русском языке очень комфортно жить я вам хочу больше сказать ко мне звонят очень много людей из бруклина и просят найти им недвижимость в филадельфии потому что они с бруклина переезжают к нам у нас очень много таких да так что мы будем центром узбекской диаспоры я думаю мы думаю будем центром узбекской диаспоры америке я думаю вот так вот так вот у нас есть интернет портал ищет рульян консулейт ноктэ мфа ноктэ узды оплатилormандую ага хэ з ولا-кэзраadox и шоу асмада ипот муху мэнке шоу кубчилик канат олдара ше армайт олдар ше ресми и мы прибавляемся на сайте, и мы обеспечиваемся на консоль Н.Y. Если вы не получаете решение, то он не может получать по-другому. Мы не можем получить это сайте, если вы хотите получить видео в логике, если вы хотите получить видео в логике, за то, что мы получаем видео, это очень полезно, после того, чтобы вы получаете сайте, Субтитры сделал DimaTorzok 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 канал и рекомендовать своими друзьям, это совершенно бесплатно. Кроме вот этих видеоуроков, мы, наверное, планируем размещать периодически новшества на правовой базе Республики Узбекистан, который как-то затрагивает интересы граждан, проживающих за рубежом. Очень много будет новшеств. 20-й год мы планируем как-то выйти на другой уровень, чтобы общаться с гражданами Узбекистана, проживающими в странах США или Штатах, чтобы с ними можно было общаться через интернет. Всем доступен интернет, поэтому они могут зайти на нас. Мы сейчас открыли новый веб-сайт, веб-сфаницу, в Фейсбуке и интернет-канал, телеграм-канал. Ясно. Вот я просто хочу сказать, что напомнить, что телефон студии, программа идет в прямом эфире, телефон студии 215-354-0030. Буквально сейчас кто-то звонил, и я не знаю, мы не успели поднять, видимо, было два годка, и что-то у нас прервалось. Как, Роман, вы сказали о том, что будет, ну, мы говорим о том, что порядок, не о порядке, а вообще о том, что если человек не встал на консульский учет, возможно, он попал в список тех людей, которые утратили гражданство. Да. Как-то можно это вот узнать, проверить? Где-то списки публикуются или что? Вот человек как... Списки периодически публикуются. Полный список, конечно, имеется в Министерстве внутренних дел Узбекистана. Вот они через свои каналы направляют, и загранно учреждение Узбекистана, это может быть и консульство, или посольство, они размещают эти списки на своих веб-сайтах, и человек может проверить сам. Если он не успел проверить, или не знает, как проверять, он может обратиться письменно, сейчас есть все возможности, если хочет, может обращаться в Министерство иностранных дел, сидя дома через интернет, может в Министерство внутренних дел, может обращаться в посольство или консульство, это очень легко, просто прилагает копию паспорта, и небольшое заявление с просьбой оказать содействие в уточнении, является ли он гражданин Узбекистана в силу тех обстоятельств, которые вот он не проживает Узбекистанно постоянно в течение каких-то многих лет или выписался из Узбекистана на постоянные местные жители за рубеж и другие моменты. Хочу сказать, что у каждого человека своя ситуация, разная ситуация. А если произошла какая-то ошибка, как вернуть ему это гражданство, если случайно какая-то нелепая случайность? Бывает такое, что ошибка, как Роман? Что-то он не понял, что-то он... Такую ошибку конечно может быть. Может быть такой случай, когда вот человек, зеркальные люди, наверное, а вы знаете такое выражение, когда у человека фамилия и имя и отчество и месяц, год и день рождения одинаковые. Дата рождения. Да, есть такое. Конечно, могут быть такие случаи, да. Таких людей немного, но они есть. В таких случаях, конечно, обращаются с заявлением, доказывают, что это другое лицо и никаких проблем. вносится соответствующие корректировки. То есть есть такое, да, в практике случается? А вот как, допустим, если человек действительно реально утратил гражданство и вот хочет его вернуть, как вот это работает? Если он уже утратил гражданство, если не было никаких ошибок, если он выписался из Узбекистана и не встал на консульский учет, или же принял гражданство иностранного государства и, соответственно, подал документы, на него уже вышел указ президента, он не является гражданином Узбекистана, он может не восстановиться, а вот получить заново гражданство Узбекистана. Для этого есть свои, своя процедура, нужно проживать на территории Узбекистана в течение пяти лет, подать документы по месту, постоянно прописки в Узбекистане, есть определенные платы за это, определенный пакет документов, которые нужно сдавать. Понял. Ну, как в США. Понял, понял, понял. Ну, да. Спасибо. То есть, человек, например, выехал из Узбекистана, давно там не был, он, ну, я сейчас точно не могу сказать, вот, ну, давайте разберем два случая. Он выехал временно, да, давно уехал, здесь обосновался в Америке, получил гражданство. Как вы думаете, вот в этом случае он до сих пор гражданин, да? Наверное, так получается? Да, да. Если он не выписывался на постоянное место ЖТСВ из Узбекистана, вот, у него есть там дом, там прописка постоянная, он платит какие-то налоги, какие-то коммунальные услуги оплачивает, я думаю, что сто процентов он гражданин Узбекистана. Вот, в случае того, что вот я, как вы уже ранее говорил, если человек, гражданин Узбекистана, принимает иностранное поддельство, в течение 30 дней у него есть обязанности оповестить об этом консульство или посольство, если он за рубежом находится, и на него выходит указ президента, срок рассмотрения документов около одного года об утрате гражданства Узбекистана. Но, то, что этот человек автоматически попадает на утрату гражданства Узбекистана, такого нету. Понятно. Если каким-то образом компетентных органов Узбекистана послепила информация о том, что он получил американское гражданство, есть какое-то уведомление документальное, тогда он может утратить гражданство Узбекистана. Если он имеет постоянную прописку на территории Узбекистана, а выехал в США, например, и не встал на консульский учет, не получил американское гражданство, он является гражданином Узбекистана, хоть здесь он будет проживать 20 лет. Ясно. Кроме этого, дети, рожденные от этих родителей, которые долгое время не были в Узбекистане, являются гражданами Узбекистана. Несмотря на то, что у этих детей по праву рождения эти дети были документированы паспортами граждан США. Понятно. Кахрамон, у нас с вами осталось 4 минуты. Давайте мы несколько раз сказали о том, что скажем потом, скажем потом. Давайте о важном, так сказать, поговорим быстренько. Во-первых, конечно, мы вас ждем. В 15-м мы с вами встретимся, мы получим, кто-то, может, не дозвонился или еще что-то, получим ответы на наши вопросы. В первую очередь хотел бы сказать гражданам Узбекистана, воспользуйтесь своими конституционными правами и проголосуйте. люди думают, это не важно для меня или еще что-то. Конечно, это важно. Активная гражданская позиция это всегда было важно и остается важным, несмотря на то, что люди как-то пессимистично относятся к этому. Обязательно нужно проголосовать. Обязательно нужно сделать. Если не я, то кто? Вот в таком степени я должна говорить. И при себе нужно иметь паспорт. Как я уже говорил, нужно пройти регистрацию на сайте silo.mfa.us очень важно. Вас переносит сюда и здесь можно проголосовать. При себе нужно иметь паспорт или документ подтверждающий личность. Если наши соотечественники хотят оформить какие-то документы, обязательно зайдите на наш веб-сайт, ознакомьтесь с правилами, подготовьте все документы, чтобы два раза не ходить. Ну да. Вот. И никаких вопросов. Если кто-то хочет оформить натуральные действия, нужно иметь оригинал биометрического паспорта и документ подтверждающий, что этот наш гражданин находится на территории США легально. Узбеки это декабрь, но это декабрь было в Кириле, а мы ждем украш Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кахрамон Далимов, вице-консул консульства Узбекистана в Нью-Йорке на волне радио Филадельфии 165FM Сейчас новости мы с вами продолжим буквально через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...